Я думаю, что самое главное в почитании наших с вами в пантеон вошедших русской литературы и философии людей, это именно отношение к живым людям. Они живы, есть соблазн относиться к ним как к мертвым. Алексей Федорович Лосев, наш мастодонт классической философии, говорил, что это большой блуд считать, что Гегель мертв, или, скажем, Кант мертв. Что мы ходим по кладбищу, когда мы занимаемся философией, что мы ходим между могил. Это ерунда все. Мы ходим между людьми. Они живы, они действуют, они действуют гораздо сильнее на нас, чем что бы то еще. Здесь, конечно, очень легко говорить об этом, и очень трудно говорить об этом. Легко в смысле, потому что это просто океан. Где ни нырни, везде море, везде соленая вода и везде опасные волны. А трудно, потому что нужно концептуально сказать нечто такое, чего, может быть, человек не слышал никогда еще. Ну, концептуально важно, но стыдно русскому человеку не прочесть всего Достоевского. Вот стыдно. Просто испанский стыд. Я сейчас никого не хочу позорить, обвинять, поднимать, вскрывать ваши душевные сокровищницы. Но, в принципе, если вы не читали его, вам стыд. Потому что русский человек должен прочесть всего Достоевского. Вот это пятикнижие Достоевского, как Юстин Попович писал. Начиная с дневника «Подпольного человека» и дальше уже «Писали наказания» и все остальное. Люди вообще делятся на такие две категории, на читавших Достоевского и не читавших Достоевского. Я даже думаю, что Достоевский может быть единственный наш миссионер. Настоящий миссионер нашей русской цивилизации. Потому что первым миссионером являются наши бабы, которые уходят замуж непонятно за кого и уезжают непонятно куда. И там непонятно где, рожают детей от непонятно за кого они вышли. Но потом у них просыпается чувство патриотизма, родины, искание Бога. И они там где-нибудь в Португалии, в Аргентине, в Греции, в Италии или в Швеции. Они ищут наши храмы, находят их, кресят своих детей, воцервляют своих мужей, с ними венчаются. Это самые главные наши миссионеры. То есть пока что еще русская цивилизация не родила еще миссионеров. Кроме наших баб и Достоевского. Достоевский – это самый главный миссионер русской цивилизации. Потому что он переведен на все главные языки мира. И может быть вам случалось видеть, как люди приходят и говорят, это что правда? Вот это правда, допустим, дают вам, скажем, поднос, условно говоря, главу в «Братьях Карамазовых» о русском иноке. Это что правда? Потому что такое вот монашество, такое, православие такое? У меня были такие случаи, и не раз. Когда у меня еще в юности, в этой собачьей юности, которая совершенно была вообще чужда покаяния и славословия Богу, там она была полна исканий разных. У меня были друзья, которые, узнав, что я прихожу в церковь, там, время от времени, в православную церковь, они приходили и говорят, вот это правда? У них были полные слез глаза. Им было там 22-21 год. Это были люди, полные всех соблазнов тогдашнего и любого времени, как бы, в силу возраста. Это что, правда, что ли? Это правда? Это были люди, которых Достоевский просто ломал. Из них многие стали монахами. А потом уже, например, были случаи, когда, допустим, наши барышни, выходящие замуж, например, за итальянцев или француза, давали им в переводе, давайте читать, Достоевского, наши православные барышни, не нашедшие себе никого здесь. Потом, когда они своим мужьям давали на французском или на итальянском, например, бесов, или идиоты, или братьев Карамазовых, и когда их мужья с полными слез глазами приходили в церковь и говорили, Господи Иисусе, О, Джизис Крайст, О, Май Лорд, Мио, Синьоры, Джезу Кристо, это что? Вот это есть русская душа! Я это видел, не знаю. Я желаю всем это увидеть. Достоевский миссионерствует сегодня так, как не миссионерствует вообще никто из наших священников. Он привел к Иисусу Христу и к православной традиции уже сегодня сотни тысяч людей, может быть, миллионы, их никто не считал. Ни один из наших проповедников и миссионеров не может похвалиться такой успешной проповедью. Ни Николай Японский, ни Николай Сербский, ни Лука Крымский. То есть при всей их архигениальности. Они архигениальные люди. Но Федор Михайлович совершает совершенно уникальную миссию. К нему нужно относиться к живому человеку, который сегодня делает то, что мы сделать не можем. Мы хотели бы, но не можем. А он может. И у нас есть технические способности, потому что мы можем читать. Как кто-то, не помню, в 19 веке, в 20 веке сказал, что мы читали все. Мы вдохновлялись Мережковским, мы окрылялись, скажем, его женой Гиппиус, чем-то еще. Достоевского мы не читали, мы его ели. Его нужно есть. Ну и, конечно, поскольку тема бездонная, здесь вообще прекрасная ширма для идиота. Я могу запрятаться в эту ширму и просто съехать на общих фразах. Ну давайте, значит, что мне близко. Я поделюсь с вами с тем, что мне близко. «Братья Карамазовы», последний большой роман, написан как история одной семейки. То есть он изображает Россию как одну семью в архетипах людей, населяющих эту большую семью. И мне было всегда интересно, сейчас это интересно, у меня есть своя мысль об этом, я сейчас изложу ее. Насколько мы тождественны тому, что было в XIX веке до Первой революции, Пятого года, Второй, Семнадцатого, Третий, Семнадцатого, опять-таки. То есть насколько мы тождественны сами себе с точки зрения братьев Карамазовых. Потому что он здесь, мне кажется, сканировал нашу душу. То есть в чем гений пророка? Он убивает идолов и дает некий такой типаж праведности, типаж истины. Говорит, вот вы, скажем, сын и блудница, например, Исаия. За что перепилили? За то, что он сказал очень жесткие слова. Говорит, на кого вы разеваете рот? На Святого Израилева. Его взяли и перепилили, короче, мужика. Он был святой, святее всех. Насколько он попадает, Достоевский, в типаж наш еще до Первой и Второй мировых войн, до коллективизации, всякого, массовой миграции. Помните, там есть такой Карамазов-старший, такой старый гаденыш, который в мужском чине хочет подольше постоять. То есть он наслаждается тем, что у него денежка есть, она позволяет ему пользоваться за деньги женской плотью, красотой. И он еще в чине-мужчине хочет подольше постоять. То есть ему сознательно, на языке этого времени, он очень целомудренно выражает эти вещи Достоевский, как вообще литература наша выражает. Допустим, когда у Гоголя про Ивана Никифоровича пишется, говорит, у него не было детей, у Габки были. Нужно читать, что его дети Агда, он Габки. То есть у Габки были дети, у него не было. То есть язык нашей литературы, он все называл своими именами, но очень целомудренно, не нужно было матюкаться, чтобы называть вещь своим именем. Так вот, наш Карамазов-старший – это отец всей семейки, который имеет денежку достаточную для того, чтобы ему пользоваться женской красотой, молодостью женской, ему это нравится, и он так хочет жить. И у него четыре ребенка. Три законных, один внезаконный. Законный у него, то есть Достоевский изображает как наш народ, независимо от государственной формации. Монархия, там, скажем, там, советизм, там, скажем, там, или там, нео, там, какие-то формации. Алеша, Алеша, Ваня, Митя и Смертяков. В этих четырех типах странным образом описывается вся Россия, которую я, например, знаю. Не знаю, вот я предлагаю вам свое прочтение вот этого момента. Ясно, что достаточно нужно читать всю жизнь. Блять просто, например, там, приступление наказания и утонуть в них. В них можно просто утонуть. Вот в Порфирии Ивана Петровича, например, там, в этих диалогах о Царстве Небесном, там, вот это вот, все эти размышления Раскольникова. Я помню, когда я ходил в тюрьму, как зэки мне говорили, они, когда мы приходили служить, говорит, батюшка, это что вообще такое? Говорит, вообще, короче, ну, ураган, ну, просто огонь. То есть он вскрывает психологию убийцы и там психологию покаяния, вот этот ад, наступающий после убийства. Конечно, можно отвлекаться на каждую книгу, но мы сейчас вернемся опять к типологии русского народа, то, что мне кажется важным. У одного и того же старика Карамазова есть четыре ребенка, из которых три законных, а один странно родившийся. Карамазов, если вы помните, считал, что нет женщин некрасивых, есть мужчины без воображения. И он там по пьяни, там, с друзьями говорил, что, в принципе, можно как бы там залезть на любую бабу и с удовольствием залезть, ну, при наличии некого воображения. Говорит, и даже на вот эту, Лизавету Смердящую, там была некая Лизавета Смердящая, говорит, конечно, на нее тоже, он на спор залез на эту колечку, на эту дурочку, на эту уличную несчастную, такой некой аналог, такой Ксении Блаженной. И от нее родился тот, кто его убьет. Это вообще, это потрясающая вещь. Это вообще настолько потрясающая вещь, как бы для всей нашей истории, потому что наших царей и наших правителей убивали и убивают и убьют прелюбодейно рожденные от противоестественных связей, как бы вот почему-то, ради идеологии. То есть, как бы зачатый от идеологии, а не от естественного влечения мужчины к женщине. Потому что он сознательно, насилуя себя, надругался над дурочкой бедной уличной. Потому что он считал, что вот да, такая есть идея. Это вообще, это бомба, конечно, в этом смысле, Федор Михайлович, уже если бы он только это написал, как бы все, закрываем книжки, говорит, он просто гений, и говорит, до свидания, спасибо, как бы. То есть, Ницше, ему хватало двух страниц, чтобы он упал в обморок. Он учил русский язык, чтобы это читать. Самые лучшие люди мира специально учили русский язык, чтобы читать Достоевского в оригинале. У нас есть такое оружие, это сильнее циркона. Вот тот крестьянин, который не боялся рожать детей, у него не было понятия многодетные, у него было там 6, 7, 8, 9, он не знал их имен. Он говорит, ты там, ай, там, Ванька, я знал таких старых мужиков, которые там вот в горах, я видел в Закарпатье. Говорит, Петька, как тебя там? Слушай, иди сюда. Он забывал детей, как их зовут, потому что было их много. И было много. Они стали людьми все. Никто из них не стал там ширку варить, там, как бы, значит, не стал. Ну, короче, там они, гомосексуалистов там не было. Они все работягами стали, кто там трактор водит, кто-то врачом стал. Мы до сих пор русские, или мы уже другие? Вот меня этот вопрос очень сильно интересует. У нас нет крестьян. У нас хозяин на земле убит. Вопрос советской власти был, вопрос о земле. Если землю сейчас раздать, никто не будет знать, что с ней делать. Он говорит, дайте мне землю. А что я с ней буду делать? Я не знаю. Я боюсь земли. Я ее боюсь просто. Я не то, что не знаю, что с ней делать, я просто боюсь ее, потому что, ну, земля, ну что, земля. Надо ее когда-то перепродать, переарендить, как бы, значит, вот это все, что я могу. А вот там пахать, возделывать, там, что-то там на ней потеть. Ну, я не умею, меня не учили. У нас нет купечества. Вот нет купечества. Вот тех там их мужиков, которые с полпятого утра до двух часов дня молились по церковному уставу, потом пили чай, там, значит, там, наливались, там, значит, самоварами, там, этими, до трех-четырех. А потом, помолившись на Казанскую, ну, Господи, помилуй, Фока, там, Митяевич, там, давай, вперед, без документов. Пожали руки, отче наш прочитали на икону. У нас нет больше купцов. Наши бизнесмены не купцы. Купечество уничтожено. Поэтому нет благотворительности настоящей. Есть такие какие-то куски чего-то, куски чего-то от чего-то. Нет крестьян, нет дворянства. Ну, нет его. Карикатуры есть, как бы, а дворянства, в принципе, нету. Что-то дворяне сегодня, что-то такое. Нужно просыпаться. Это нужно с пяти лет, значит, ты дворянин. И нужно, как бы, просыпаться раньше всех. И на фехтование идти. И на французский, и потом на английский. И, наконец, какать. Говорит, не смей руки в карман держать. И когда кушаешь, там, зажимай, там, две, там, значит, что-то, монеты под локтями. Вот так вот кушает, чтобы там не вот это, чтобы не было ничего. И так, и так, и так, и так. Короче, ты дворянин, сынок. Говорит, при тебе обидели женщины, бей в морду. Говорит, тебе ответили в ответ, говорит, иди на дуэль. Где дворянство? Нет дворянства. Нет крестьянства. Нет дворянства. Нет купечества. У меня есть такая серьезная отмазка такая, что у нас осталась только армия и церковь. То есть, в принципе, наши солдаты и наши офицеры, в особенности офицеры, среднего звена, от лейтенанта и, скажем, до подполковника особенно, которые умеют воевать и умирать, это те же русские офицеры. И наши попы несчастные, никому не важные, никому не нужные, это настоящие русские люди. И монахи, конечно. Конечно, монахи. Но психологически, как тип психологический, я себе объясняю, что мы до сих пор русские, Достоевским. Точную ситуацию. Потому что у нас есть Алеши, Иваны и Мити. Здесь нужно вернуться к братьям Моровазу. Это последний большой роман великого писателя Царства Мнебесного. Леша – это то, ради чего вообще существует Россия. Леша. Леша – это, как вы помните, материалист. Он не идеалист. Он не придурок такой, типа такой, ах, там такой, типа такой, авель такой. Нет. Он очень конкретный. Мужичонка такой. Молодой человек. С карамазовскими страстями. У него тоже папа. И в нем бушуют те же страсти. Но он понял однажды, понял как-то так всем существом своим, что Господь сказал, раздай все, иди за мной. И он понял, что нельзя, услышав, раздай все, иди за мной, отдавать только бедному копеечку перед паперью и ходить только на литургию воскресения. И он решил раздать все, и идти за Господом. С кого писали Лешу, как бы здесь споры литературоведов, как бы, значит, там ломаются копии, значит, это может быть там Амросий Оптинский, скажем, там говорят одни, другие говорят, что это Храповицкий, значит, Антоний Митрополит. Неважно. Это неважно. Это психотипаж лучших людей русского мира, русской цивилизации. Я вас сейчас спрашиваю, у нас Леши есть? И отвечаю вместо вас с удовольствием. Есть. У нас Леши есть. У нас есть Леши. У нас есть эти щеночки, которые иногда, не знаю, из семьи бандитов, а иногда из семьи инженеров, а иногда из без семьи, из интерната. Какие-то молодые люди, которые вдруг понимают, что Христос есть, и что Царство Небесное это такая же реальность, как микрофон перед руками. Так же реально Царство Божие. И они считают, что оно будет нечестным просто. Просто будет нечестным. Делать вид, что этого нет. Раз это есть, значит, я пошел туда. Это Леша. У нас они есть. Я надеюсь, что вы их видели. Митя, это второй русский типаж. Это такой типичный русский типаж. Это такой мужичонка, у которого играл Ульянов в известной экранизации. Это сильный, красивый, здоровый мужик, который может в Афгане отсвоевать, в Чечне отторбить. Который может этих обнаглевших бородачей где-нибудь в метро покрутить. Который наш весь такой. Но он сильный, со страстями. Но смысл жизни ему непонятен. Как он там сам говорит, насекомым сладострасти ангел Богу предстоит. То есть я, Лешка, говорит, насекомая, я ищу наслаждений. Сегодня все люди ищут наслаждений. И в этом глупые люди полагают смысл жизни. Заработаю-ка я денег. И что? Если можно, если я спрошу, и что? Ну, что, что, что? Ну, поеду туда-то, и да, а там что? Ну, то, 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 то. Короче, ну, ну, как бы такой примитивный набор. А еще что? А в космос полететь там, типа там что-нибудь еще там, типа там монастырь строить? Нет. Ну, что-нибудь такое вот ощутительно вкусное такое. И вот Митя – это, в принципе, царствующий типаж русского человека. Это человек, который силен, умен, красив, готов страдать за чужие грехи. Если вы помните братья Карамазовы, саму ткань романа, он страдает за чужие грехи. Он готов пострадать. Знаете, как говорил Фридейх Дюрнмат, был такой швейцарский такой писатель, значит, он был сын пастора, он лютеранского вероисповедания, но он гениальные вещи сказал, написал. У него есть такой визит дамы, такая вообще совершенно бомбезная штука. И он, говорю, у него такая фраза, говорит, если вдруг любого человека схватить на улице европейского города и заключить его в тюрьму без объяснения причин, через полчаса человек будет знать, за что его посадили. Потому что совесть наша знает, что мы страшно виноваты. Нас можно сажать сегодня всех на разные сроки. Митя готов страдать за чужие грехи. Он знает, что он не виноват. Но он готов страдать. Русский человек вообще готов страдать за чужие грехи. Вот западный человек, он хочет, докажите, объясните, представьте, значит, это, это, значит, такое, чтобы доказать, в конце концов, что он виноват. Он знает, что он виноват. Но он хочет, чтобы доказали. Он доказали, ну ладно, я сдаюсь. Он такой легист. А русский нет. Он готов страдать и за свое, и за чужое. И мы страдаем всю жизнь за чужие грехи. Вся русская цивилизация, это, в принципе, это крестораспинание за всю вселенную. За что этим крестьянам такое выпало такое? За что этим, этим? Почему весь Запад вдруг начал там баловаться в акционерство, там у всех появилось по две машины, недвижимость, там и акции, там в предприятиях, там из-за того, что нас всех изнасиловали, вот так вот жестоко и брутально, и так беспощадно. Ну да, получилось так, что мы как бы заплатили за всех. Всем стало хорошо, а нам еще хуже. У нас такая судьба. Это чистый Митя. Он грешит, не понимает за что, но готов страдать еще больше за чужие грехи. Есть такие люди у нас? Конечно. Это вся наша история. И Ваня, там Ваня еще есть. Ваня – это человек, который произносит самые главные пророчества. А слезинки ребенка, ради которой нельзя вообще, вся вселенная не стоит слезинки там замученного ребенка, это Ваня говорит. Вот эта длинная легенда про великого инквизитора – это Ваня. Это он сказал. Короче, Ваня произносит у Достоевского самые важные вещи. Это те самые русские мальчики, знаете, когда встречаются два мужика, они не виделись, скажем, там 3-4-5 лет, например. Ну что там, на какой тачке ездишь, например? Да я сейчас на такой там. А там что? А сколько баб имел? Я столько, столько. А как имел? Вот так и так имел. А ты что? Я вот на такой тачке. Где еще? Это не русские люди. Что такое русские мальчики? Люди не видели друг друга лет 20. Встречаются. Там же, помните, диалог в трактире, где Леша с Ваней садятся, говорят там, ну как ты, брат? Как ты думаешь, Бог есть? А душа бессмертна? Понимаете, русские мальчики, они – это родные братья. Ваня учился за границей, он приехал, он там напитался всякой и всячиной, и они встречаются, и говорит, братишка, а как ты думаешь, а душа бессмертна? А есть смысл в жизни? А Бог есть? А стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Они, короче, это как два Ницши, Ницши и Киркегор, или там Шестов и Розанов, это родные братья, это русские люди. Вот это русские люди. И Леша, конечно, говорит, да, есть Бог. А Ваня говорит, а я тебя сейчас спрошу. И Ваня начинает ему задвигать все эти истории про то, а вот так, вот так вот. А потом на страшном суде. Конечно, Бог есть, Божий суд есть, Божья правда есть, но я Богу билетик возвращаю, потому что не согласен я с Божьим. Это Ваня. То есть у нас Ваня есть? У нас все образованные. Это Ваня. Это все те, которые, ну как бы, ну да, конечно, Господь есть. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Тут как там Гендель поет, да? Но билетик, простите, я возвращаю. Я не согласен. А не согласен я с Богом. Потому что вот детки болеют, там негров мучили. Кто-то себя в женском теле чувствует мужчиной, там мужском. Говорит, мне билетик ваш, короче, Господи Иисусе, не нужен. Короче, соберем всех вместе. Леша у нас есть? Да. Их очень мало, но они есть. У нас Мити есть? У нас все русские мужики-то Мити. Особенно те, кто в армии служил и драться любит. Вани есть? Все, кто получил европейское образование и отравился европейским образованием. Не вразумился, а отравился им. Это Вани. Это еще большая страта нашего населения. Ну, и Смердяков еще остается. У нас Смердяков есть. Целое радио у нас. Радио Смердяков. А что вам в России не нравится? Он говорит, а я всю Россию ненавижу. Вы, наверное, знаете, что у нас есть целые страты интеллектуальные, прокладок этих интеллектуальных, которые всю Россию ненавидят. Это тоже русские люди? Они русские. Они не еврейские, не цыганские, не французские. Это дети одного и того же папы Смердякова. Но Смердяков нарожал как бы четырех людей в законном браке Лешу, Ваню, Митю, да, а там по залету на спор он родил Смердякова, который и убил его по идее Вани. То есть Ваня подкинул идею и потом Смердяков говорит, это вы убили, это не я убил, это вы убили. Убил тот, кто придумал идею. Идею придумали вы. Вы и убивец. Там вообще очень-то там такие жесткие вещи о вере сказаны, о которых никто никогда не говорил. У нас было великое мирянское прозрение. У нас были самые главные богословы церкви были миряне. Архиереи были Царствием Небесное. Кто дожил до страданий, того убили, тот омыл свои грехи кровью. А кто не дожил, там уже Господь разберется, кто каким был. Но архиереи наши молчали. У нас говорил Достоевский, говорил Хомяков. Например, литургист был у нас Гоголь. Первый литургист русской цивилизации Гоголь. Ни один священник, ни один архиерей, ни один монах. Гоголь. У нас литература как бы, почему, литература центричная нация. Почему нам вообще смертный грех нам не читать книжки? Почему? Потому что у нас литература центричная нация. У нас самые главные смыслы высказывали писатели. Не богословы, не политики, не архиереи, не монахи, писатели. Странно, так получилось. Гоголь сказал, например, прикиньте, он сказал в далекие годы еще 19 века на Никитском бульваре, на котором сейчас приятно ходить, а тогда еще, наверное, было спокойно и тише, он говорит, дьявол вышел в мир без маски. Ну что он такого увидел в этом мире, в котором какой дьявол, какой маски? Говорит, ну с ума сошел человек. А он реально вышел, и скоро все началось. И такой же у нас был Хомяков Алексей Степанович, который говорил о единственной церкви, о экклезиологии, такой же был Федор Михайлович Достоевский, и такой же был другой, другой, другой. У нас писатели, почему у нас поэт больше, чем поэт? Потому что им дается больше, потому что другие молчат. Потому что когда молчит тот, кто должен говорить, заговорит тот, кто не должен говорить. Вообще нужно понять такую жуткую вещь, что литература русская вначале была способом борьбы с Богом. Это была альтернативно построенная такая поток, река, которая театр, литература и все остальное, что там здесь, словесно-художественное творчество. И наши все святые отцы, они говорили, не смейте ходить в театр, надо в церковь ходить, на все ночную, на литургию, а все образованные, ретрограды, ортодоксы, в театр, в театр, в библиотеку. Она возникла изначально у нас со всем пафосом Некрасовским, а Гоголь, в смысле, Достоевский, он же был уже, он сам говорил, что он вышел из шинели гоголевской, то есть они вышли из такого пафоса любви к брату, пафоса такого-то проповеди о любви к простому человеку. То есть изначально в условиях молчащей официальной церкви русская литература взяла на себя несвойственную роль нравственного авторитета. Это было плохо для церкви, хорошо для литературы и плохо для всего государства российского. Потом, когда обрушилась привычная ситуация, когда Россия историческая обрушилась, ее просто перестало быть, когда убили царя, когда там повесили дворян, когда одни убежали, другие перекрасились, когда была война, там все-все-все, русская литература стала священным писанием красного русского цивилизационного поля. Есть такое мнение, такая фраза, когда в 1937 году к столетию смерти Пушкина издали его полное собрание сочинений, а вместе с ним издали еще ПСС Достоевского, Тургенева, кого-то еще, русские филологи, русские специалисты, русские дворяне за рубежом в изгнании сказали, Россия спасена. То есть русская литература сначала была против Бога, как бы параллельно с Богом, ну и пикировалась с Богом в лице, скажем, Лескова, например, кого-то еще. Потом, когда мы Бога отменили, как бы, у нас вместо Бога стала литература. И мы изучали литературу так, как талмудистские евреи изучают Тору. Потому что пушкинисты знают жизнь Пушкина по минутам. Они буквально съели всего Пушкина просто по костям, обсосали каждую косточку. они буквальные талмудисты. Талмудисты и пушкинисты. Для них, вот как для еврея Тора, так для русских специалистов по Тургеневу или, скажем, по Толстому или по Пушкину, для них они прямо и вдруг они нашли там Бога. Не все, конечно, но многие, потому что там Бог есть. Там Бог и везде. Просто, как Бродский писал, там в деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, обсюду. И вдруг эта литература, которая сначала была против Бога, потом была как бы вместо Бога, она стала путем к Богу. И сегодня русская литература это серьезнейший миссионерский потенциал возвращения к Богу и нашего народа, умеющего читать по-русски, ну и всех людей, на языке которых переведено наше произведение. В этом смысле Достоевский это наш главный миссионер. Я бы хотел обратить ваше внимание на самые простые вещи, которые есть у него. Конечно, можно было бы сказать о его опыте смерти. Потому что у Гюго, Виктора Гюго есть произведение «Один день пригоренного к смерти». Серьезное произведение. Нужно сказать, что в Франции до конца XIX века и даже к началу XX казнили публично смертью. И все это смотрели, это было большое зрелище. У нас таких зверств не было с времен еще Елизаветы Петровны. И он пережил конечно эту смерть с петрашевцами. Понятно, что об этом можно отдельно поговорить. Он прекрасно знал книжку Гюго и знал по себе самому, что это такое. Можно конечно поговорить про Евангелие, потому что опыт каторги и Евангелие под подушкой. Это собственно и есть Достоевский в будущем. Там короче можно конечно об игроке говорить, и об Анне, его настоящей супруге, которой он говорил перед смертью, что Аня, я тебе даже в мысли не изменил. Он был такой залепный мужичок, как большинство мужиков, но эту свою жену Анну Григорьевну он любил по-настоящему, она была его ангел-хранителем. И вот бесы, и идиот, и братья Карамазовы, это все родилось благодаря ей. Там может есть серьезнейшая женская тема. Короче, здесь можно двигаться в любую сторону. Но чтобы легче было двигаться, давайте еще две вещи скажем. Во-первых, записки из-под полья, это вроде бы такая, ну, не самая сильная вещь у Федора Михайловича. На самом деле это пророческое слово о современном человеке. Достоевский открыл это первый. До него никто этого не открывал. О том, что маленькое вонючее человеческое существишко, оно хочет критиковать всех. Бога на небе, власти на земле, церковь, семью. Он там такой мелкий, гадкий развратник, такой сидящий в подвале и плюющий во всю вселенную. Вот такую сволочь выписал впервые Достоевский. Это очень важная книга. Без нее он непонятен. И никто этого не понимал и не чувствовал, кроме Федора Михайловича. Он первый поднял этих подлецов. Есть такой смешной актер Роберто Бенинио. Он наизусть читает Данте ад, чистилище и рай наизусть и собирает стадионы. И итальянцы ходят его слушать этого клоуна, который знает Данте наизусть. Потому что выше Данте в поэзии у итальянцев нет ничего, как нет ничего выше у них выше Верди в музыке. И слава Богу. Представляете? И он читает это наизусть. И люди стадионами собираются. Раньше я знаю, что была такая школа чтецов декламаторов. Мне было лет, наверное, десять. Я однажды ходил во Львове в филармонии. Как мне это занесло с родителями? Они зевали и хотели в буфет быстрее уйти. И там какой-то мужик читал главы из романа Томаса Мана. Представляете, выходит человек на сцену и человек по памяти глажит пятая, шестая, седьмая глава Томаса Мана из романа «Волшебная гора». И поехали. Все работяги такие слушают. Он рассказывает. Бум-бум-бум-бум. Он знает, а им интересно. Представляете, как была словесная культура, как был голод по слову. Мне жалко, конечно, что некоторые вещи просто умерли и трудно их возродить, чтобы вышел какой-то мужик, например, Чехов «Степь». Ба-бам! Наизусть. Ну, как бы с мимикой, с всеми делами. Ну, часик может почитать. «Степь» за час прочитывается. И мы все такие «Оба! Степь! Чехов! Это ж про меня!» Так вот, Достоевский, он как бы вытащил очень важные вещи еще в самых слабых своих произведениях. Вот именно в записках с подполья, как бы он достал этого мерзавца современного, который судит всех, ничего не зная. И это есть у Достоевского. Русские просто обязаны прочесть его. Просто обязаны. Политике вообще просто нужно ценскую, вход в политику как бы нужно через Достоевскую. Там читали Бесов, братец? Ну, да. Что желаете соискатель на это самое на место в парламенте? Так точно ваше предстоятельство. Что из Бесов помните? Ну, там бесы, короче. Там бесы. Да, бесы, братья с бесы. Да. А вот помните, вот там Лебяткин такой капитан был. Запамятовал батюшка. Вы хотите быть, понимаешь, депутатом всей России, а Лебяткина не знаете, понимаешь. Жил на свете таракан, таракан от детства, таракан попал в стакан полный уходят. Как вы ничего не знаете? Вот по Достоевскому можно и всех их принимать или выгонять этих, кто пришел туда, вперед назад. А братья там, знаете ли вы диалоги Шатова? Шатова? Диалоги? Я знаю диалоги Платона, а Шатова нет. А диалоги Шатова они важнее, чем диалоги Платона, я вам скажу. Это полное выражение мировоззрения современного безбожного человека. Бог должен быть, но его нет, и я должен убить себя. Таких страшных вещей никто никогда не говорил. А ими живут вообще миллиарды людей. Бог нужен, но его нет. Значит, я умру, потому что нет смысла ни в чем. И тут говорит, аллилуйя, аллилуйя, такой Генгель такой в конце говорит, аллилуйя, аллилуйя, Христос воскресе, что он есть, что есть, ой, как хорошо он есть. Шатов, это вообще Кириллов, Шатов, это самые важные идеологии мира, Достоевскому как так дал Бог. Я не знаю, как он жил с этим, я честно скажу, я пытался писать пару книг в своей жизни. Я понимаю, как это напряжно. Как он это все вносил в себе, как он пропустил через себя самые главные смыслы человечества до самого страшного суда, до страшного суда ничего нового не произнесется. Он выговорил всю нашу историю до самого страшного суда, поэтому сегодня вообще надо сейчас вернуться домой. Не думайте, жены, спать с мужьями, мужья с женами, вы уже много раз спали друг с другом, но вы еще не читали вместе с братьями как Ромазова. Надо вернуться домой, значит, ты читай как будто преступление, наказание, я идиота. И поехали с Достоевским знакомиться, потому что нельзя русским не читать Достоевского. Он не просто билетрист, он высказал все, что будет в мире до самого страшного суда. И последнее, сон смешного человека, в нем весь Достоевский. То есть можно не читать братьев Карамазовых, чтобы понять о чем он думал. Вот сон смешного человека, это человек на грани жизни и смерти, суицидальник такой, который не понимает, зачем жить в этой собачьей конуре, которая является вселенной. Вселенная собачья конура, без Бога будь она проклятая вселенная. Я прокляну собственную коммуналку, собственную машину, все прокляну. Если Бога нет, ни в чем нет смысла. Но когда Бог есть, это все храм, все хорошо, слава Богу. Я покаялся, господи, прости меня, прости меня, орешного, я там покипятился, ты же добрый, прости меня. И он описывает эту проклятую коммуналку, в которой все было хорошо, и он туда попал, суицидальник, на грани суицида, и он их всех развратил, один. Чтобы всех развратить, нужен только один человек. Чтобы все опоскудились, нужен только один человек. Если, например, условно говоря, я сейчас вам насею, почему так страшно быть священником, почему так страшно говорить людям, потому что у того же Достоевского смертиков говорит, а я помню, помните, вы рассказывали, как один святой, ему голову отсекли за Господа, а он взял сию главу и понес ее на руках, и любезно Юла Безаши. Он говорит, ну, не помню, конечно, мало ли, мы там обедали, мало ли, что ты за обедом не скажешь. Говорит, вы тогда обедали, а я тогда веру потерял. То есть может что-нибудь такое ляпнуть, человек возьмет потом, не то, что ты виноват, а он потом скажет, а я из-за тебя веру потерял. Ты сказал, я веру потерял. Может, он лжет, может, просто придумывает себе оправдание, не знаю, но это серьезная вещь. Один человек может весь мир развратить. И вот он там описывает ситуацию, где он считал, что он же был социалистом Достоевским, ну, по сердцу. Что такое социалист? Он был христианский социалист, такой типа ХДС, ХСС, такой типа а-ля Меркель такой, в лучшем смысле. Он считал, что люди достойны жить во плоти, не в ангельском мире, а во плоти, здесь, с любовью во Христе и быть счастливы. Он так считал. И он говорит, я верю, полной верой в это верю, что человек достоин счастливой, блаженной, нормальной, человеческой жизни, без унижений, без того, сего. Здесь, там, само собой, там другая жизнь, мы ее пока не знаем, но здесь тоже можно жить правильно, по-человечески. Человек достоин этого, Достоевский в это верил. И он проповедовал это, в принципе, это был христианский социализм, так называемый, только без Бога это невозможно, потому что вы сейчас начнете без Бога делать всех счастливыми и построите концлагерь. Начнете с любви ко всем, а закончите с резанными миллионами голов. Он был абсолютно прав. Он как в воду глядел. И вот сон смешного человека, это концептуальная такая вещь у него, которая рассказывает об истории грехопадения человечества. Люди погибают из-за мыслей, не из-за бедности, не из-за жестокости, не из-за чиновничества, не из-за чего-то еще. Люди мрут вечной смертью из-за неправильных мыслей. Это, конечно, это тоже страшное откровение. Знаете, есть такое песнопение великое постное, такое, чертог твой вижу, спаси украшенный, и одежды не имам давни дувонь. просвети жизнодавчу одеянию души моей и спаси меня, какого человека любит. Что такое покаянно надежное, покаянно умилостивительное такое, нам можно пропеть с Достоевским. Он же сам сказал, что моя Асанна, он говорит, я пою Асанну, я пою Асанну, но Асанна моя прошла через большие горнилы испытаний. И я человек в полной мере своего поколения. И я прошел через все соблазны своего мира. Только я понял, что если на одной стороне Иисус Христос, а на другой стороне математически доказанная истина, я буду Иисусом Христом. Что Иисус Христос самый добрый, самый мудрый, самый святой, самый светлый, самый богатый, самый добродетельный, самый важный человек Земли. Истина в Нем. Он сам истина. И если вы мне докажете, что истина это не Он или не в Нем, что истина отдельно, Христос отдельно, истина отдельно, я буду с Христом без вашей истины. Потому что истина в Нем, а не в том, что вы сказали. Да заодно это нужно по всем городам империи постойте памятники и служите панихиды. Царство ему небесное. Надеюсь, что мы с ним встретимся. Аминь. Аминь.